МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сообщает пресс-служба Люберецкой администрации. Уточняется также, что погибших в результате стихии нет. На протяжении недели ликвидацией последствий занимались восстановительные бригады МАЭСК, управляющих организацией МЧС и МОСО «Былпошспаса». Чтобы ликвидировать последствия разыгравшейся стихии в Люберцах, работу ведет штаб специалистов. К него вошли представители администрации округа, городских служб и управляющих компаний. Владимир Ружицкий лично выехал на аварийные места проверить, как идут восстановительные работы. Часть деревьев упала в садиках, в школах, поэтому мы сразу начали этим вопросом заниматься. Есть вопросы по обеспечению электричеством. У нас на сегодняшний день, к сожалению, остается еще без электричества порядка 19 частных домовладений. И мы этим занимаемся. Не до конца еще восстановлено уличное освещение. И мы планируем сегодня уличное освещение тоже восстановить. Что касается поваленных сильным ветром деревьев во дворах Люберец, их распиливают и вывозят. Во всех микрорайонах были сформированы рабочие бригады. Общей численностью более 120 человек. Со специнструментом и спецтехникой. Во дворе дома номер 9 по улице Митрофаново. По словам местных жителей, никто не пострадал. Однако одно дерево упало на крышу дома и, возможно, повредило ее. А второе на автомобиль. Разбило ей крышу, стекло разбило. Машина была полностью завалена вот от этого дерева куском. То есть полностью здесь все валялось на ней. Хозяин проснулся, был в шоке, что происходило. Это уже сейчас мы видим последствия того, что уже более-менее убрали. Первоначально проехать здесь был полный бедлам. Мы были шокированы. Особенно, когда те деревья боковые упали на дом. Мы думали, наш дом рухнет вместе с этими деревьями. От поваленных стихий деревьев автомобили пострадали повсеместно. Эти кадры с улицы Юбилейной. У дома 26 под упавшие зеленые насаждения попали несколько машин. Там же, во дворе, немного пострадала детская площадка. Жители, даже самые маленькие, не скрывая эмоций, делились впечатлениями от увиденного накануне. Здесь не надо нам такого. Такого произойти не должно тут в нашем городе. Пусть и торнадо палил. Дождь, я увидел, вот что повалило. Прямо это дерево. Моя мама вчера шла в метро, а потом она вышла, когда из метро, на нее все ветки летели. И потом панч, и дерево упало. С крыш летели листы железа. Конечно, было. Гремело все. У нас последний этаж. Последний этаж было ощущение, что что-то обваливается, что-то рушится. Работы по распилу деревьев, поваленных сильным ветром, а также вывозу их с дворов и улиц, велись целый день по всему округу. В Люберцах, близи 116-го квартала, стихия, обрушила несколько берез. Однако жители корпуса номер 20 теперь опасаются и за те деревья, которые пока еще стоят. У третьего подъезда давно, еще прошлый был ураган, значит, упала ветка. Теперь сейчас снова такой урожай, как говорится, нам принес неприятности. Но смотрите, что творится. И к кому обращаться, не знаю. А это улица Кирова. Здесь, как видите, ураган прошелся совсем не слабо. Деревья повырывало даже с корнями. И в некоторых местах повален железный забор. Упавшие деревья убрали с проезжих частей. Работа велась непрерывно. Также в экстренном режиме действовали и бригады, устраняющие неполадки на электрических сетях. Железные заборы деревья сносили и у многих образовательных учреждений. Вблизи гимназии 41 одно большое дерево повалило ограждение, а другие стволы, по словам жителей, чуть ли не выбили им окна. Под окном небольшая рябина была. Рябина у нее повалила. Тоже все на свете. Ливень такой был. Такой ураган. Шум. Ой, это невыносимо. У меня внучке 6 лет. Они шли из садика. Она в детский сад аж в дерево упала. И знаете, как в сказке вот эти вот дубы колдоны. Вот это все с корнями. В Люберцах ветер валил не только деревья, но и конструкции, которые были плохо закреплены. К примеру, этот рекламный щит свалил ураган, потому что его основа была недостаточно тяжела. По некоторым данным, сильнее всего пострадала северная часть города. Два рекламных щита, стихия, повалила на проспекте Победы. Собственник ликвидировал упавшие конструкции, а вместо них установил новые с тяжелым бетонным основанием. Уже, скорее всего, по последним данным, после обрушившегося на столичный регион урагана, в Люберцах повалено более тысячи деревьев. Пострадали 63 автомобиля. Повреждены сотни метров ограждений и линии передач. Погибших в результате урагана в округе нет. Однако пострадали 8 жителей. На данный момент 7 из них находятся в больнице. Анна Троян, Яна Яковлева, Никита Скраган и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. К другим новостям. Глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий провел встречу с жителями. Она прошла в школе номер 54 поселка Октябрьский. Одной из тем обсуждения стала организация летнего отдыха детей. Также подняли вопросы ЖКХ, ремонта дорог, благоустройства и многие другие. Своё выступление Владимир Ружицкий начал с небольшой презентации, посвященной летнему отдыху в округе. Глава рассказал о детских лагерях, досуговых учреждениях, а также возможностях участия детей в трудовых бригадах и спортивных мероприятиях. По его словам, и этим летом школьные лагеря готовы принять порядка 3340 детей. После своего выступления Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей. У нас выгребные ямы. У нас плохо. Мы задыхаемся в этих выгребных ямах. Потому что одна машина осенизаторская, с 70-го года рождения эта машина, она больше стоит на ремонте, чем выгребаем. Дышать нечем, помогите нам. Все обсуждаемые на встрече проблемы были внесены в протоколы, будут разобраны в рабочем порядке. Вместе с главой на вопросы жители отвечали и представители администрации. Комплектование детских садов заканчивается 13 июня текущего года. И тогда будет понятно, кто попал, а кто не попал. Комплектуют не сотрудники, а комплектуют система, единая информационная система. 13 июня у нас уже будет тема для разговора. Либо выдать путевку, либо провести еще дополнительные комплектования на оставшиеся места. В ходе встречи Владимир Ружицкий неоднократно подчеркивал необходимость приведения к общему знаменателю проблемы и перспектив развития каждого из входящих в состав округа поселков. По словам главы, это будет сделано в ближайший год. Традиционно особняком стояла тема дорожной ситуации в округе. Вы смотрите, насколько Урал-5 разгрузили, построили вот эту эстакаду Жулебина, по сути, до Кольцевой дороги. Стало другое движение. Сквозняком, по сути. Если такое же движение будет организовано мимо поселка Октябрьский, здесь будет прямой, скажем так, сквозняк с Рязани на Москву, не будет через жилой массив Октябрьского. Будет другое движение. Но эти вопросы решаются на федеральном уровне, потому что это большие деньги. Самыми актуальными для жителей оказались вопросы ЖКХ, незаконных построек, организации детского досуга и транспортной доступности в округе. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Комитет по физической культуре и спорту Люберет запустил программу «Спорт в каждый двор». Согласно замыслу, она даст жителям уникальную возможность бесплатно получать инвентарь для занятий спортом в своем дворе. Ведь именно здесь начинаются пробы сил. На одной из таких комплексных площадок на минувшей неделе прошло открытие летнего дворового сезона. Программа стартовала в первый день лета. И что символично, в день защиты детей. В мероприятии приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, представитель спорткомитета, управляющей компанией, военно-патриотической организации «Русский лад», а также самые активные и спортивные жители округа всех возрастов. Спорт начинается во дворе. Поэтому мы в этом году начинаем такую большую программу «Спорт в каждый двор». И мы стремимся, чтобы в каждом дворе была детская спортивная площадка. Первым таким объектом стала спортивная площадка по улице Черемухина. Владимир Ружицкий лично поучаствовал в спортивных мероприятиях. «Спортинвентарь» предоставляет комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы. В программе мероприятия турнир по пинг-понгу, мини-футболу и лазертагу, спортивная эстафета для малышей, открытая тренировка по единоборствам, поединки по силовой гимнастике и настольная воркаут-игра. «Мы комитет бесплатно даем спортинвентарь для жителей города, которые будут сами организовать все мероприятия в своем дворе. Но вы видели реакцию жителей, которые выступили, поблагодарили и готовы принимать участие в этом проекте? У них просто нет возможности с материалом, именно со спортивным. Мы это дали, мы даем инструкторов, мы приходим во дворы, проводим акции». Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 200 жителей в возрасте от 5 до 75 лет. Это школьники, воспитанники детских садов, пенсионеры и жители близлежащих домов. Всего в программе «Спорт в каждый двор» участвуют 265 дворовых площадок. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. На минувшей неделе выпускники начали сдавать единый государственный экзамен. По всей стране экзаменационная кампания стартовала с ЕГП информатики и географии. В городском округе Люберцы зафиксировать свои знания по этим предметам пришли порядка 150 человек. Они готовились к этому не один месяц. Возможно, от следующих нескольких часов зависит выбор их профессии. Тем, первыми экзаменами для выпускников в этом году стали информатика и география. Год я готовилась с репетитором, плюс самоподготовка. Думаю, нормально будет всё. Дети, конечно, очень волнуются. Готовились. Я думаю, что добросовестно. Весь год надеемся на успешную сдачу. Вместо сдачи ЕГЭ в Томилинскую 19-ю школу 11-ти классников сопровождают учителя. Переживают не меньше самих выпускников, ведь всё должно быть по правилам. Сначала регистрация, потом ребята находят нужную аудиторию. Волнительные ожидания и за считанные минуты до начала экзамена. Инструктаж. Запрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. ЕГЭ по информатике включает в себя 27 заданий. На их выполнение даётся 3 часа 55 минут. Экзамен по географии – это 34 задания за 3 часа. Всё это время за порядком в аудиториях наблюдают видеокамеры и организаторы. У нас присутствует кто? Организатор в аудитории, вне аудитории, руководитель пункта, члены ГЭК, общественные наблюдатели, которые распределены на пункт и смотрят за это, имеют право также присутствовать средства массовой информации. Всего сдавать экзамен по информатике пришли порядка 130 люберецких выпускников. Географию выбрали около 30. ЕГЭ же по обязательным для российских одиннадцатиклассников предметам по русскому языку и по математике пройдут 31 мая, 6 и 9 июня. Глава городского округа Люберца вручил ключи от квартир детям-сиротам. За последние пять лет жильём были обеспечены 95 детей-сирот. На сегодняшний день администрация уже закупила 20 однокомнатных квартир с отделкой. На оперативном совещании в администрации глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий торжественно передал ключи от квартир трем детям-сиротам. Площадь жилья составляет от 30,7 до 31,2 квадратных метров. В настоящее время три квартиры приобретены. Они находятся расположены на улице Вертолётная, дом 20. Квартиры с муниципальной отделкой, пригодные для проживания. Площадь квартиры составляет 31 квадратный метр. Ключи от однокомнатной квартиры вручаются завальной Виолетте Алексеевне. Ключи от однокомнатной квартиры вручаются Рузееву Сергею Андреевичу. Ключи от однокомнатной квартиры вручаются Лапкиной и Наталье Владиславовне. В текущем году власти городского округа Люберцы планируют привезти жилые помещения для 32 детей-сирот и лиц из их числа, проживающих на территории Люберецкого городского округа. На эти цели предусмотрены денежные средства в сумме 123,7 миллионов рублей. В Люберецкой администрации прошли публичные слушания по исполнению муниципального бюджета за минувший год. В них приняли участие представители администрации и Совета депутатов. Тему продолжит Мария Лапачева. В начале заседания выступил заместитель начальника финансового управления администрации Люберецкого района Андрей Пак. В ходе доклада он представил информацию об общих доходах и расходах бюджета Люберецкого муниципального района за 2016 год. Упомянул о профиците бюджета, который составил 232 миллиона рублей. Также он озвучил итоги проведения муниципальных программ с использованием бюджетных средств. На реализацию муниципальной программы оздоровления населения и улучшения демографической ситуации предусмотрены средства в сумме 59,6 миллиона рублей. Исполнение составило 53,4 миллиона рублей. Данные средства были направлены на приобретение питания беременным женщинам, кормящим матерям, детей в возрасте до трех лет, а также детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях. По итогам слушаний замечаний вопросов у присутствующих не возникло. Слушания признали состоявшимися. На прошедшей неделе депутат Госдумы Лидия Антонова провела личный прием жителей в Люберцах. Он прошел на базе многофункционального центра. Подробности далее. Проблемы с трудоустройством, просьбы о показании социальной помощи и вопросы, связанные с работой различных структурных подразделений. На встрече с представителем власти обсуждаемых тем, как всегда, много. Большинство из них носят личный характер, а есть и глобальные, которые волнуют общественность в целом. За парковкой происходит улица Константинова, причем попьющая. Целый год мы мучаемся, не сообщаем никому. Значит, там и строители, и беспредел творится. Они там у нас с ночевками остаются. И что только не происходит. И грязь, и мусор. Речь идет о строительстве центра активного долголетия в Малаховке, а точнее о состоянии дороги возле него. По словам заявителя, инвестор-застройщик сузил проезжую часть до 4 метров и установил бордюрный камень высотой в 20 сантиметров. Это создает большие неудобства как пешеходам, так и водителям. Еще одна проблема, из-за которой перенесли срок открытия центра – недостаточное количество парковочных мест. Нам надо этот процесс приостановить. Пусть он все выполнит, и нормально тогда открыть центр. Чтобы не получилось так, что центр открыт, противовес решителям. По словам Алексея Передерко, застройщикам центра неоднократно проводились выездные совещания. Согласно протоколу, ему необходимо предоставить комиссии по безопасности дорожного движения проект проводимых работ. Там есть, в принципе, два технических решения, даже при той ситуации, которая сейчас сложилась. Но самое простое решение, конечно, это все, что он сделал, убрать и привести в благоустройство. Он должен делать проезжую часть обязательно более 7 метров. Лидия Антонова в свою очередь отметила, что возьмет этот вопрос под личный контроль и поручила сотрудникам администрации собрать очередное совещание застройщикам и предложить ему новый проект, согласно которому проезжая часть будет расширена до необходимых размеров. Луизия Эггазариан, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Очередное заседание Союза промышленников и предпринимателей Люберецкого района прошло в АО «Хеливерт» в Томилине. Крупное предприятие выпускает гражданские вертолеты. В ходе встречи ее участники познакомились с тем, как устроено производство, а также обсудили вопросы поддержки промышленных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса округа. Рассказать о своих достижениях и последних разработках – это всегда приятно и поддерживает деловые связи. На этот раз заседание Люберецких промышленников и предпринимателей прошло на территории производственного комплекса, выпускающего гражданские вертолеты. Предприятие «Хеливерт» гостеприимно приняло представителей бизнеса и администрации округа. Перед заседанием для всех провели экскурсию. В своем сегменте на сегодняшний день это лучший вертолет в мире. 6,8-7 тонн до 15 пассажиров. Сам вертолет представляет собой некий такой кооператор, скажем так, конструктор. Мы получаем больше 7 тысяч единиц комплетующих изделий и как на наших отечественных серийных заводах, соответственно, делаем уже сборку этой машины. После экскурсии официальная часть, во время которой обсудили технологии развития промышленных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса. Мы тоже внедряем элементы бережливого производства уже около 10 лет. Мы тоже можем похвастаться тем, что являемся здесь в какой-то степени проводниками этой идеи в нашем Люберецком районе. Глава Люберец Владимир Ружицкий посетил заседание Союза промышленников и предпринимателей, чтобы рассказать об изменениях в административной структуре после преобразования Люберецкого района в городской округ. Будет глава, будут заместители, будут начальники управления, начальники отделов и структура. Но ни жители, ни предприниматели, ни Союз промышленников, они должны не почувствовать, не заметить, что что-то где-то там изменилось. Потому что, по большому счёту, реформировалась сама вот эта местная власть, сами муниципалитеты. И она должна стать не хуже. Подобные встречи на территории предприятий Люберецкого округа планируются сделать традиционными. С целью обмена опытом организации и управления производством и бизнесом. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберецкой администрации Союз женщин Подмосковья отчитался в итогах работы за год. Самым активным женщинам Союза глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий торжественно вручил цветы и грамоты за общественную работу. Московская областная общественная организация «Союз женщин Подмосковья» решает социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и управленческие задачи. В состав Люберецкого отделения Союза входят женщины разных профессий, статуса и достатка разных политических и религиозных взглядов. В нашем Союзе есть женщины и Союза журналистов, Союза промышленников и предпринимателей, общество многодетных матерей, общество пенсионеров и инвалидов, члены общественной палаты, руководители предприятий, руководители различных фондов, педагоги, врачи и просто женщины с активной жизненной позицией. Глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий лично поздравил самых инициативных участниц Союза. «Союз женщин Подмосковья» формирует и развивает системы партнерских отношений между женскими общественными объединениями и органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями. «Наши женщины провели под флагом Союза уже более 10 мероприятий. И на самом деле для нас самое главное, чтобы все женщины были счастливы, довольны, счастливы были семьи». На отчете Союза обсуждались вопросы поддержки ветеранов, многодетных и малоимущих семей. Участницы обменивали социально полезным опытом для защиты прав и законных интересов, нуждающихся в помощи граждан. «Каждая женщина – это семья. Это семья, может быть, в разном формате. Но понятно, что каждой женщине – это и мама, это и любимая подруга, это любимая женщина, это дочь. Я вам скажу, таких составляющих, поверьте мне, вы ни в одном мужике не найдете». В будущем Союз женщин Подмосковья планирует активно сотрудничать с церковью, различными благотворительными фондами и организациями. Для пропаганды здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей у подрастающего поколения. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. 92 государства приняли участие в Первом съезде народов Евразии. Мероприятие было приурочено ко дню евразийской интеграции и включало в себя 30 деловых событий, в том числе пленарное заседание, тематические сессии, круглые столы и выставки. Делегация из Якутии приехала в Москву большим составом. На их стенде книги, национальные сувениры, ткани, посуда и костюмы от якутских модельеров. Но это не главное, что привезли жители Северного края на первый съезд народов Евразии. Стремление стать частью нового общественного движения, объединяющего народы и желание рассказать о своей родине. Вот что движет более чем тысячи участников мероприятия. Якутия не один, а самый большой субъект Российской Федерации. У нас очень развитая инфраструктура, очень развито рыболовство. У нас много национальная республика, очень много народов у нас представлено. И мне кажется, это самая главная наша задача – показать, кто мы такие. Инициатива проведения Первого съезда народов Евразии принадлежит Ассамблее народов России. А воплощение в жизнь этого проекта – заслуга специально созданного для этой цели Международного организационного комитета. Я хочу сегодня поблагодарить всех членов Международного комитета, представителей неправительственных организаций 17 стран, которые помогли провести подготовки этот съезд. Также в мероприятии приняли участие представители органов власти, члены Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, члены Общественной палаты, руководители национально-культурных автономий, иностранные, политические и общественные деятели, журналисты и люди культуры. Республика наша, благодаря своей многонациональности и ассамблеи, сумела сохранить то единство многонационального нашего народа, которое является нашим крупным совершенно плюсом. Каждый мог выступить с докладом, рассказать о своих наработках и проектах. Особое внимание на мероприятие уделяли развитию межрегиональных интеграционных процессов на территории Евразии. После пленарного заседания началась работа по секциям. Дискуссии были по 20 направлениям, в их числе вопросы безопасности, экологии, культуры, образования и семейных ценностей. Создали проект, который называется «Могу стать мамой». Это для тех женщин, которые как раз-таки столкнулись с проблемой бесплодия. И на этих тренингах, на вебинарах мы как раз рассказываем, как самостоятельно увеличить свои шансы стать счастливыми родителями, как преодолевать психологические причины бесплодия. Напомним, решение о создании Ассамблеи народов Евразии и проведении первого съезда было принято ещё в ноябре 2016 года на форуме народов России и Евразии представителями 12 стран. Таким образом, это в полной мере общественная инициатива. В рамках губернаторской программы благоустройства дворовых территорий и муниципальных образований в городском округе Люберцы проходит установка детских и спортивных площадок. За каждым объектом ведётся строгий надзор. По всему округу проходят выездные совещания по этому вопросу. На одном из таких побывала и наша съёмочная группа. Очередное выездное совещание по вопросам установки детских и спортивных площадок прошло на улице Юбилейная в районе дома номер 17. В нём приняли участие представители администрации, управляющие компанией Госадмтехнадзора. Устанавливаются элементы. Также установлена спортивная площадка, подготовлена площадка для установки тренажёров. В настоящий момент мы проконтролировали работу, которая идёт по графику. В ходе проверки были выявлены недочёты. Например, рядом с объектом отсутствовал информационный щит с данными о заказчике, подрядной организации и сроках выполнения работ. Были нарушения и посерьёзнее. Для нас любое место производства работы должно быть огорожено. То есть исключать доступ посторонних лиц. Здесь мы видим, что ограждение из одной киперной ленты для меня – это неудовлетворительное ограждение, поскольку всё-таки при производстве работ не соблюдены все условия безопасности, в том числе и для предотвращения посещения детей, так скажем. Эти замечания пока в устной форме, переданы подрядной организации. На их устранение дано 2-3 дня. Всего к началу осени планируется установить порядка 110 детских и спортивных площадок. Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. По всей стране идёт массовая борьба с клещами. В этом году они активизировались несколько раньше. В Москве и области зафиксировано уже около 1 тысячи пострадавших. При этом на одном человеке после прогулки могут оказаться до 20 насекомых. Как обезопасить себя от укусов клещей, расскажет Анна Троян. Более сотни укусов клещей зафиксировано этой весной в городском округе Люберцы. И это вполне объяснимо. Вокруг и внутри муниципалитета много природных зон. Ходить под деревьями можно спокойно. Распространённый миф, что клещи могут упасть прямо с ветвей или, более того, напрыгнуть – всего лишь легенда. А вот с травой нужно быть осторожными. Если она не скошена или не обработана, в ней могут ожидать кровопийцы. Клещи могут напасть не только в лесах и на дачных участках. Чертик города этих паукообразных можно встретить в парках и скверах, а также неухоженных заросших местах. Ждут, пока там будет мимо проходить какое-то теплокровное животное, в том числе и человек. И прямо падают на проходящего. И потом ползут вверх по поверхности тела, выискивая себе место подходящее. Укус клеща почувствовать сложно. Присасывается он гораздо незаметнее, чем комар. Поэтому после прогулки на природе необходимо внимательно осмотреть свои вещи и тело. А лучше всего заблаговременно обработать открытые участки кожи и одежду репеллентами с пометкой от клещей. Да и вообще, перед выходом на природу одеться нужно максимально закрыто. Значит, клещ может заразить несколькими, как называют, клещевые инфекции. Это, естественно, клещевой энцефалит. Это тяжелейшее заболевание, которое может к смертельному исходу привести, к инвалидизации из-за параличей. И второе заболевание – это клещевой боррелиоз. Иначе он называется лаймборрелиоз или болезнь лайма. Клещевой энцефалит, хоть и опаснее, встречается гораздо реже. От него может спасти заблаговременная вакцинация. Боррелиоз встречается повсеместно. Вакцины от него еще нет. Однако спастись от болезни поможет антибиотик доксициклин, который нужно принимать сразу после укуса. Что очень желательно? Если есть такая физическая, как говорится, возможность, что-то обнаружил клеща, лучше его не стараться самому снять, а обратиться к нам в травмпункт. Вот именно в нашу поликлинику, в травмпункт. Почему? Потому что они там, во-первых, грамотно его снимают. И этого клеща они отправляют автоматически в лабораторию, где его самого исследуют, заражен он чем-то или нет. Если в медпункт попасть нет возможности, ни в коем случае нельзя снимать клеща голыми руками и мазать его маслом. Наиболее безопасный способ – аккуратно извлечь насекомое с помощью петли из нити. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Фестиваль парковой культуры прошел в Люберцах на минувшей неделе. Для горожан подготовили обширную программу. Это и спортивный забег, и детские мастер-классы, и, конечно, много музыки. В Центральном парке, в парке Наташинский пруд и Липерчане отметили майский праздник – День парков. Начался фестиваль с массового забега. Ой, что будет? Самые разные летние и весенние песни, которые поднимают в истории. Заработала в 2013 году программа губернатора. Мы все почувствовали особое внимание правительства Московской области, нашей администрации, к проблеме реновации, создания новых парков. И они с каждым годом, их все больше и больше в Подмосковье. Организаторы подготовили обширную программу развлечений, мастер-классы по рукоделию, детскую фотозону, концертную программу «Дорога в лето». Крути, крути, крути. Для самых маленьких люберчан выступали клоуны, сказочные персонажи, которые провели с ребятами урок физкультуры на свежем воздухе. Очень хороший солнечный день, и мы не могли не прийти сюда. До этого мы были на открытии фестиваля в Центральном парке, где как раз Андрей объявлял о начале. Да, участвовали в забеге, очень все круто, на позитиве прошло. Погода такая, просто грех не выйти на улицу, и тем более поучаствовать в фестивале двух парков. В Европе ежегодный день парков отмечается с 1999 года, 24 мая. Да, до празднования была выбрана не случайно. Именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые национальные парки. А вот в России майский праздник начали отмечать несколько лет назад. Однако он уже стал одним из самых любимых праздников в преддверии лета. Приходите к нам, будем вместе выходить на мероприятия. А главное, гуляйте больше на свежем воздухе. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Ежегодный фестиваль «Радуга», приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся в Люберецком дворце культуры. По традиции воспитанники детских садов и творческие коллективы городского округа продемонстрировали свои таланты. Выступление маленьких артистов оценила наш корреспондент Луиза Игезарян. Предконцертная суета. Кто-то поправляет прическу, кому-то делает макияж, кто-то вместе с друзьями внимательно рассматривает зал. Пару минут подготовки, и праздник начался. Первыми на сцену вышли воспитанники 13-го детского сада «Синяя птица». Фестиваль детского творчества «Радуга» проходит в Люберцах уже 12-й раз. Ежегодно он собирает воспитанников детских садов со всего городского округа. На этот раз свои таланты показали около 300 малышей из 22 дошкольных образовательных учреждений. Я хотел бы сегодня всем пожелать хорошего настроения, хорошего сегодня отдыха. Воспитателям хотел бы сказать слова благодарности за вашу работу. Ну а родителям порадоваться за своих детей, потому что они на самом деле многому научились. Яркий и красочный фестиваль посвящен такому же яркому празднику – Международному дню защиты детей. Большинство ребят, находящихся в зале, скоро пойдут в школу, поэтому их пожелания себе и своим друзьям в основном связаны с хорошей учебой. Пожелаю, чтобы они были хорошие и друзей себе искали, и чтобы мы все вместе в школу пошли. Чтобы у них была радость, игрушки, друзья. Чтобы не было войны, и все были рады и жили хорошо. Праздник детских талантов каждый год проходит под разными девизами. На этот раз в честь Года экологии он прошел под лозунгом «Мир природы – мир прекрасный». Большинство выступлений было посвящено теме любви к окружающей среде. Пусть будет нарядная земля. Уиза и Гязарян Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Протяни руку помощи. Депутаты городского округа Люберцы совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних провели благотворительную акцию. В рамках празднования Международного дня защиты детей они посетили семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Алло, добрый день. Комиссия по делам несовершеннолетних. Таких гостей в этот день встречали 30 семей городского округа Люберцы. В каждый дом, где воспитываются малыши, они пришли не с пустыми руками. Повод особенный – празднование дня защиты детей. А в качестве подарков то, что больше всего любят детвора – игрушки. От имени главы городского округа Люберцы тебе вот такой замечательный конструктор. Держи. Семьи, которые находятся в социально опасном положении, больше всех нуждаются в поддержке. Поэтому подобные акции проходят на территории городского округа регулярно. Ежегодно во время новогодних и других праздников местные депутаты совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав навещают детей, которые по той или иной причине оказались в трудной жизненной ситуации. Хочу призвать всех наших жителей, так же подключаться к подобным акциям, потому что подобные акции делают нас добрее, теплее, и от этого, наверное, и жить веселее в нашем городе. Луиза Егязарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Студент Люберецкого техникума Петр Чебутарев одержал победу на чемпионате WorldSkills Russia 2017. Финал проекта состоялся недавно в Краснодаре. Своими впечатлениями от победы и планами на будущее молодой специалист поделился с нашим корреспондентом. Началось все с ноября. Это первое мое соревнование. Я первый раз в жизни увидел сам коптер. Мне понравилось, увидел то, что там паять можно. И меня притянуло к этому. Но потом уже освоился и начал управлять намного лучше. Не просто намного лучше, а лучше всех. Умение собирать квадрокоптер и уверенно управлять им Петр показал на отборочных этапах чемпионата молодые профессионалы. Они проходили в стенах Люберецкого техникума, где непосредственно и учится сам юноша. Получает знания по специальности компьютерные сети. Показав высокий уровень подготовки, Петр попал в финал проекта. На его плечи легла большая ответственность представлять Подмосковье в компетенции управления беспилотными летательными аппаратами. Первый день прям по маслу пошел. Сделал за четыре часа быстрее всех, показал результат. Я был доволен. Второй день ветер подводил. Были столкновения, флажок. Но несмотря на капризы погоды и волнения перед строгими судьями, студенту Люберецкого техникума удалось одержать победу над пятью соперниками. Такого результата удалось достичь благодаря усердным тренировкам с педагогами. У него очень хорошо получается пайка. Соответственно, мы сборку квадрокоптера немножко отпустили. Занимались непосредственно полетами. Потому что, ну, как у любого летчика, чем больше налет часов, тем, соответственно, более плавно идет управление квадрокоптером. К молодому профессионалу уже начинают поступать предложения о трудоустройстве. Но пока у Петра на первом месте учеба. Впереди еще два курса. Как и любой специалист, он стремится совершенствовать свои знания и не останавливаться на достигнутых результатах. Луизия Егия, Зарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Службе пропаганды безопасности дорожного движения исполнилось 85 лет. С профессиональным праздником госавтоинспекторов поздравили в Малаховке. В гости пришли сотрудники Люберецкой администрации и их коллеги. Насколько важно соблюдать правила дорожного движения, нам рассказывают с детства. Люберецкие госавтоинспекторы объясняют это даже самым маленьким участникам дорожного движения, как необходимо вести себя на дороге. Я считаю, что если мы своей работой помогли спасти жизни хоть одного ребенка или даже взрослого, то, в принципе, мы делаем свою работу не зря и будем стараться и дальше также делать хорошо свою работу. Госавтоинспекция создана 3 июля 1936 года. А выслужба пропаганды ПТТ старше. Ее день рождения 25 мая 1932 года. История подразделения складывалась и развивалась долго. Огромная вам благодарность. Ваша работа, которая в отчетах, это цифры в сводках, которые дает дежурный. И цифры, они, скажем, годом. Например, детского дорожного травматизма. Все ниже и ниже. Также не допущено погибших детей в этом году. На церемонии награждения лучших госавтоинспекторов присутствовали представители администрации городского округа Люберца, Котельников, Держинского. Самое искреннее поздравление от имени главы городского округа Люберца Владимира Петровича Ружицкого. Поздравляю вас с 85-летним. Со дня образования службы примите самое искреннее поздравление и пожелание, а также благодарность за ваш нелегкий, но благородный труд. По словам госавтоинспекторов, провоканты безопасности дорожного движения способны предотвратить страшные трагедии с участием детей и взрослых. Предупрежден, значит, вооружен. Без этого стержня, который у нас называется пропагандой, который начинают с ясельного точного возраста заниматься детьми, прививать им эту дисциплину к транспорту, прививать им безопасность дорожного движения, но по-другому я не скажу. Именно это стержень нашего государства. Госавтоинспекторы надеются, что в будущем аварий на дорогах станет меньше. Для этого страшный правопорядок приложит максимум усилий. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Премьерный показ спектакля «Никто не поверит» театра «Воскресенье» прошел во дворце детского и юношеского творчества. Актеры в очередной раз удивили зрителей необычной постановкой и яркой игрой. Подробности у Марии Лапчевой. Они готовились к этому целый год. И вот премьера и полный зал зрителей. Свой пятилетний юбилей театр «Воскресенье» отметил спектаклем «Никто не поверит». Кстати, тоже пятым по счету. В основе лежит история, придуманная 20 лет назад шведским писателем Яном Экхальмом. Тема глубокая, совсем не детская. У меня дети, они подростки. Их это то, что здесь поднимается, их очень волнует. Свобода человека. Потому что вы же знаете, что дети, они сначала хотят быть свободной, от школы, от родителей. Взрослые хотят быть свободны от начальства. И так далее. Вечная тема. Главный герой – лисенок по имени Людвиг XIV. Он живет в лесу вместе со своей большой семьей. Но чувствует себя там очень одиноко. И в семье, и в лесу, да и вообще в жизни. Актера на главную роль искали долго. Десятилетний Андрей Челенко признается, он понимает своего героя. Ведь быть не как все очень непросто. Он решил, что он хочет быть не как все лисы. Все лисы хитрят, а он хотел, чтобы одну правду говорить. Вот он убежал оттуда. В свое счастье Людвиг отправляется искать к людям. Там встречается цыпленка по имени Тута Карлсон и влюбляется в нее. Их путь полон трудностей и препятствий. Но заканчивается все хэппи-эндом. Это же сказка. Сейчас актеры театра «Воскресенье» отправляются с этим спектаклем на гастроли. И очень надеются, что он найдет отклик в сердцах зрителей. Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Аплодисменты. Занавес. Театр-студия «Чердак» закрыл театральный сезон. Артисты подвели творческие итоги года и наградили лучших из лучших. А на показе последнего в этом сезоне спектакля в Томилинском дворце пионеров побывала наша съемочная группа. Ну что, помылся? Уши чистые? Чистые. О, они сейчас тебе пригодятся. Это... Кристин. У меня нет. Что значит нет? А ну-ка, иди, поговори и с ней. Главный герой французской комедии Жермен Виньон запутался в своих чувствах сразу к четырем женщинам. Ему предстоит нелегкая задача объясняться со всеми дамами сердца. На сцене театра «Чердак» сплетение чувств, юмора и превратности судьбы. Завершить сезон спектаклем «Моя парижанка» здесь решили, потому что именно в этом году постановка впервые вышла в свет. Этот спектакль о любви. О том, что когда по-настоящему любишь, то обязательно женишься. Мы его отыграли в премьеру 8 марта. И вот хотелось бы перед завершением, уходом на лето, повторить эту историю, что все ушли с хорошим настроением. Это комедия, посмеялись. Это уже третий сезон в театральной жизни «Чердака». По его завершению, актеры получают свое признание не только в любви зрителей, но и благодаря учрежденной в театре премии «Добро». И, кстати, вручают ее не только взрослым артистам, но и воспитанникам многочисленных творческих студий и мастерских, работающих при театре. Вот, например, в этом году тут открылось хореографическое направление. Ребята впервые выходили на сцену, они представили три танца. Но, может быть, еще не все так хорошо и гладко, как бы хотелось это в дальнейшем, и над этим работаем. Но ребята преодолели первый порог, сделали первый шаг и, по-моему, хорошо справились. Вернутся на театральные подмостки актеры «Чердака», как обычно, в сентябре. Однако на лето у них тоже большие творческие планы, среди которых занятия с их юными воспитанниками и создание новых спектаклей. И в завершении выпуска «Встречай лето с ЛРТ» под таким названием наш телеканал запустил фотоконкурс, и он продолжается. Участники, которые займут призовые места, получат ценные призы от нашей редакции. Не сидите дома без дела. Встречайте лето ярко вместе с телеканалом ЛРТ. Фотоконкурс объединит наших телезрителей и подарит им незабываемые теплые эмоции. Смотри, получается, для участия в розыгрыше нужно всего лишь подписаться на группу телеканала ЛРТ ВКонтакте. Но после этого нам нужно сделать репост данной записи и добавить обязательные хэштеги «Хочу приз от ЛРТ» и «Селфи с ЛРТ». А еще надо разместить свою фотографию на фоне телеканала ЛРТ и добавить ее в конкурсный альбом, который есть на странице телеканала. И самое главное условие – необходимо подключить своих друзей, потому что именно они поставят тебе лайки, а от этого зависит исход голосования. Так что не надо стесняться, включай ЛРТ, делай фото на фоне телеканала, участвуй в конкурсе и набирай лайки. Мы – телевизионщики, мы – народ все-таки творческий, а значит того же самого мы хотим и от тех людей, которые пожелают поучаствовать в нашем конкурсе. Во-первых, фотография должна быть в популярном формате селфи, во-вторых, она должна быть такой интересной, с задумкой, с какой-то изюминкой. Ну и, конечно, она должна быть просто красивой. Главный приз – стильный планшет Ленова. Беспроводные стильные наушники ждут обладателей второго и третьего мест. Подробности в официальной группе ЛРТ ВКонтакте. Фотоконкурс продлится до 15 июня. Победителей объявят на следующий день. Участвуйте в акции, не упустите свой приз. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Наталья Григорьевна, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных.